Всем привет, друзья! Вы смотрите канал Небо не предел. В этом выпуске вы увидите такой второй список, второй топ заблуждений, которые очень часто можно услышать из уст людей, которые только-только начинают заниматься астрономией. Итак, первый миф это то, что со дна колодца можно увидеть звезды на небе. Что я могу сказать по поводу этого мифа? В общем, ну, как он звучит, так и есть. То есть, типа, если спуститься на дно колодца, то вокруг вас получается, как бы, темнота, то есть вы очень глубоко находитесь, у вас очень сильно сужается поле зрения, нету никакой засветки, нету, короче, ничего, никакого лишнего света. И вот в том вот, как бы, маленьком вот, ну, кусочке неба будут видны звезды. Вообще, этот миф уже неоднократно проверяли, в том числе была такая раньше передача, не знаю, может быть, она и сейчас есть, я просто, когда был поменьше, любил очень ее смотреть. Она называлась Разрешитель мифов, шла она, по-моему, по Discovery. Так вот, даже эти ребята, они проверяли этот миф, есть один из выпусков. Если, как бы, говорить по-простому, то почему мы видим звезды на небе? Мы их видим за счет контраста между яркостью звезды и, скажем так, яркостью неба. Яркость звезды, она всегда одинаковая, вот. А яркость неба меняется, там, от засветки, от просто день, ночь и так далее. Так вот, понимаете, от того, что спуститесь вы в колодец или вы не спуститесь в колодец, от этого яркость неба не поменяется. То есть, как бы, если оно есть голубое, например, днем, да, как глубоко не спускайся, оно от этого черным не станет. Переходим ко второму мифу. Это, скорее, не миф, это такое заблуждение, это то, что очень часто плеяды называют малой медведицей. Даже в моей группе ВКонтакте человек однажды выкладывал фотографию, он снял плеяда и сделал подпись, типа, посмотрите, я снял малую медведицу. Я ни в коем случае не хочу обидеть этого человека, как бы, я просто хочу сказать, что это нормально. То есть, то, что люди, ну, вообще, как бы, свойства человека в чем-то ошибаться, это нормально. Невозможно никому знать все. То есть, понимаете, если человек, который занимается астрономией, например, знает, что такое плеяды и не понимает, как можно не знать плеяды, то, понимаете, какой-нибудь нейрохирург, например, который там делает операции, да, он может подойти к астрономию и сказать, блин, ты что, не знаешь, из чего там, не знаю, как операцию там сделать, ты не знаешь, как скальпель выглядит там, не знаю, ты не знаешь, как сделать там разрез. Понимаете, те вещи, которые как бы простые для одного человека, они могут быть очень сложными для другого. И это нормально, потому что у всех своя профессия, у всех свой возраст. Понимаете, как можно сравнить человека, например, школьника, который только в школу пошел, который считать не умеет, и профессора какого-нибудь, не знаю, 70-летнего, который всю жизнь там в книгах сидит и читает, да, и занимается там, ну, пусть астрономией, например. Как можно сравнить этих двух людей? Если считаете, что это нормально, то, что все люди разные, ставь лайк. Да, плеяды и малая медведица, они все-таки несколько похожи друг на друга, вот. Ну, а касательно, конечно, что это разные вещи, ну, понятно, плеяды это звездное, рассеянное звездное скопление, оно входит в каталог Месье, это самое яркое, самое ближнее к нам вообще рассеянное звездное скопление, находится невооруженным глазом оно на небе всегда практически, когда оно есть, ну, я имею в виду ночью, конечно. Ну, а малая медведица, это, собственно, созвездие, опять же-таки, в ее состав входит всем известная полярная звезда, а по поводу того, как найти одно, как найти другое, вот есть два видео на канале, одно посвящено ориентации на звездном небе, а второе посвящено как раз вот тоже мифам. Там вот про полярную звезду очень много рассказано, так что советуйте два видео вам посмотреть. Следующий миф, это то, что... Ну, чтобы его описать, я немножко такое предыстою, да, как люди покупают обычно телескоп, либо просто, например, вот тупо сидишь такой на диване, и такой, о, блин, хочу телескоп, и берешь, короче, и покупаешь себе телескоп. Либо же, ну, все-таки, что более вероятно, случайно набрел на какой-то канал на YouTube, например, на мой, и посмотрел какие-то фотографии в интернете, там, с телескопов Hubble. Кстати, опять же-таки, по поводу всех этих телескопов обсерватории есть отдельное видео на канале, если интересно, можете посмотреть. И, ну, то есть, видишь все эти фотографии, и такой думаешь, блин, вот как же круто было бы увидеть это все собственными глазами. И покупаешь телескоп, вот, например, такой, смотришь и видишь просто серое пятно. То есть, вот ты смотришь сначала на вот эту фотографию галактики Андромеда, а потом ты наводишь на Андромеду свой телескоп, вот такой вот рефракторчик 70-миллиметровый, и видишь вот это. Миф в том, что вся, все картинки, все галактики, все туманности, они черно-белые. То есть, ну, как бы не миф, а заблуждение в том, что вот, типа, вот куплю телескоп и посмотрю все, вот эту всю красоту, все космосы буду млеть. Нет, ребята, не будете. Ну, в том плане, что все будет черно-белое. Есть, опять же-таки, один нюанс, что, опять же-таки, я не могу утверждать, но по словам других астрономов-любителей, я, как бы, им доверяю, говорят, что все-таки есть объекты, их и не так мало, которые в большие телескопы, то есть, например, 300-миллиметровый и выше, цвета различимы. Ну, конечно же, речь идет о Deep Sky. Планеты, понятно, что цвета видны. Конечно же, речь идет о Deep Sky, то есть о галактиках, о туманностях. Ну, а почему же все вот эти фотографии, которые мы наблюдаем, они цветные? То есть, неужели это что, обман? То есть, нас обманывают? Не знаю, кто это, заговор против нас? Конечно же, нет. Конечно же, никакого заговора нет. Все вот эти фотографии, которые вы видите, это реальные фотографии, но, понимаете, только матрица фотоаппарата способна улавливать эти все фотоны, накапливать их, накапливать и проявлять потом на фотографии весь этот свет. Также не нужно сравнивать человеческий глаз с космическими обсерваториями, типа Хаббла, Комптона и десятка других, которые занимаются фотографией в диапазонах световых, которые вообще недоступны человеку. То есть, понимаете, вот, например, две фотографии, вот что хотите сказать? Они оба типа вымысел. Телескопы, которые стоят, ну, летают в космосе, они занимаются научной астрофотографией. То есть, не нужно путать художественную астрофотографию, где фотограф пытается снять какой-то объект, его, как бы, представить в цветах, которые максимально привычны человеку, чтобы он, как бы, элегантно, красиво смотрелся, понимаете? И не нужно сравнивать научную астрофотографию, где снимают на большие обсерватории, в различных диапазонах, ну, длин волн, то есть, в гамма-лучах, например, или там, где снимают водород, снимают кислород. То есть, не нужно это сравнивать. И снимают в определенных, ну, то есть, определенные длинные волны, определенные фильтры используют. И поэтому картинки, которые получаются на этих телескопах, они могут совершенно не совпадать. То есть, вот эти вот фотографии художественные и фотографии научные, они могут быть совершенно не похожи друг на друга. Так что вы поняли. В принципе, практически все черно-белое, и это нормально. Это нормально. Ничего у вас нет ни с глазами, ни с телескопом. Вы здоровый человек, все у вас хорошо. Переходим к следующему пункту. Люди покупают свой телескоп, и первое, что они смотрят, ну, как бы что? Просто смотрят на небо. И что на небе есть? На небе есть звезды. И они смотрят на звезды, ставят, допустим, 20 крат. Точки. Хм. Ставят 50 крат. Хм. Опять точки. Ставят 100 крат. Опять точки. Ставят 200 крат. И опять точки. И как бы вопрос, а я вообще зачем купил телескоп? Ребята, видеть любые звезды, кроме нашего Солнца, как точки в телескоп, это нормально. Просто все звезды находятся настолько далеко от нас, то есть ближайшая к нам звезда, ну, помимо Солнца, настолько далеко от нас находится, что какое... Я даже не буду задаваться целью это посчитать, какой должен быть вообще телескоп, какая должна быть апертура, какой должна быть кратность, чтобы какую-то другую звезду увидеть как шар. Я просто скажу, что это нормально, и так и должно быть. Ну и последний миф на сегодня. Какая должна быть кратность у телескопа, чтобы увидеть луноход? Нет. Отвечая на этот вопрос, я отвечу просто. Никакая. Конечно, как бы математика есть математика. То есть, конечно же, можно рассчитать, какая должна быть апертура, какая должна быть кратность. Есть понятие угловой размер, да, он там измеряется в градусах, в минутах, в секундах. Есть понятие разрешения телескопа. Как бы насколько близкие друг к другу объекты, он может разделить на два. Видите, вы наверняка знаете, что есть такой понятие, как двойные звезды. То есть, например, смотрите вы там в телескоп на малом увеличении, например, видите одну звезду, повышаете кратность, опять одна звезда. А вот, например, подняли на максимальное увеличение, и видите, что ваша звезда, она как бы с одной, она разделилась на две. Так вот, понимаете, угловой размер лунохода, он настолько маленький, что разрешение телескопа должно быть, ну, такое огромное. У вас квартиры не хватит, чтобы такой телескоп вообще разместить. Что ж, я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, тогда подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, и задавайте свои вопросы. Вы можете их задать как на Ютубе, так и в группе ВКонтакте. Есть рубрика «Вопрос-ответ». Также добавляйтесь ко мне в друзья, и вы сможете любой вопрос задать мне лично. Что ж, ну, это видео подошло к концу. Наблюдайте за звездами, читайте научную литературу, пишите свои новую партию мифов в комментариях. И помните, небо не предел. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok